Скоро день пожилого человека. Но о престарелых родственниках нужно заботиться постоянно. Не все могут позволить себе оставить дела и посвятить свою жизнь немощным родным. Но современные пансионаты помогают решить эту проблему. А как это происходит, мы узнаем у нашего гостя, юриста частного дома для престарелых «Радуга Урала» Александра Складчикова. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Многие очень скептически относятся к домам престарелых, считают, что за своими родственниками они должны ухаживать сами. Но это не всегда возможно. Мы же не можем оставить работу или отодвинуть все свои дела в сторону. Вот что делать в этой ситуации? Что вы посоветуете? Ситуация на самом деле очень сложная и для многих это настоящая проблема. Именно поэтому недавно в городе появился новый пансионат, дом для престарелых «Радуга Урала». Мы предлагаем очень комфортные, хорошие условия для пожилых людей. Каждый может получить там необходимый уход, должную заботу. Соответственно, их дети могут быть уверены, что родители находятся в надежных руках и навещать их там с любой периодичностью, хоть каждый день, хоть по 10 раз в день. Ну а сами постояльцы, естественно, могут найти там хорошего собеседника или компанию для нескучного времяпрепровождения. А зачем частные дома престарелых, если есть государственные, где также заботятся о наших родных и близких? Несомненно. В государственных домах для престарелых очень хорошие условия. Бесспорно, там ухаживают за престарелыми, хорошее питание, обслуживание, медицинское учреждение. Но, к сожалению, есть очередь. Именно вот это и вынуждает людей обращаться в частные дома для престарелых. Человек может обратиться в частный дом, в частности, в пансионат Радуга Урала, пока ждет своей очереди в государственные учреждения. Но, тем не менее, не обязательно даже потом ему переходить в государственные учреждения, так как у нас в пансионате выполняются также все необходимые нормы, как санитарные, гигиенические, пожарные нормы, есть видеонаблюдение, есть медицинское обслуживание. Поэтому у нас человек будет чувствовать себя не хуже, чем в государственных. Кроме того, те, кто находится в очереди в государственные дома престарелых, могут обратиться к нам и получить скидку в размере 30%. И в результате сумма будет вполне подъемной как для пенсионеров, так и для их детей. А вот то, что касается медицинской помощи, потому что многие же престарелые люди, они, естественно, в ней нуждаются. Вот как с этим дело обстоит? Естественно. Наверное, это один из самых важных вопросов, который беспокоит всех престарелых людей, и я думаю, что их детей тоже. Именно поэтому ежедневно, то есть это обязательное условие, идет осмотр врача, консультации. Врач выписывает все, что необходимо человеку, ну а пансионат все это беспрекословно выполняет. Также дети могут оставить на краткосрочное пребывание в доме для престарелых, например, на время отдыха, и быть уверенным, что их родители получат необходимую заботу. А вот то, что касается кратковременного пребывания, это, допустим, если куда-то уехали отдыхать, да, как я понимаю, и просто некому следить за родственниками, да? Все верно. Родители иногда сами уже не в состоянии о себе беспокоиться. Бывают, забывают выпить какую-то таблетку, замерить давление, либо еще что-то, либо просто дети волнуются, что вдруг давление поднимется. Рядом, мне кажется, помощь, и человек, который мог бы помочь. Да, да, да. Именно вот это, наверное, одна из основных функций дома для престарелых «Радуга Урала». Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, дорогие телезрители. А я напомню, что у нас в гостях был юрист частного дома для престарелых «Радуга Урала» Александр Складчиков. Александр, и несколько слов нашим телезрителям. Ну, хотелось бы пожелать всем доброго утра, заботитесь о своих родителей, не забывайте их, любите, почаще навещайте. Это точно. А мы вернемся в студию через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова